За окном сереющий зимний вечер, скоро Новый год, а на моей кухне тепло, уютно и самое главное вкусно. Сегодня я готовлю караигненка. Я его пока сдвину на краюшек, и мы начнем с картофеля, который будет гарниром. Розмарин. Сильно мелко не рубите его, когда вы будете мариновать картофель, потому что иначе потом от него не избавиться. Мини-картофель я порезал половинками, отварил до полуготовности. Когда вы отвариваете заранее картофель, картофель получается вкуснее. Посолили. Добавляем растительное масло. Обязательно, вся картошка должна быть в растительном масле, иначе мы не получим золотистой корочки. Без чеснока не обходится никакое запеченное блюдо. Пару зубчиков сделает наш картофель вкуснее в пять раз. Быстро, мелко режем. Все перемешиваем. Картошечка. Вот сюда, на противень. Черный перец не добавляем, чтобы не горел. Теперь отправляем в духовку. 180 градусов. Пусть стоит до тех пор, пока мы не обработаем мясо. Как правильно выбрать баранину на рынке? Берете и смотрите на ребро. Видите, ребро тоненькое, маленькое. Соответственно, ягненок маленький. Если все то же самое, только ребро широкое в два раза, значит баран старый. Берите всегда так, чтобы ребрышки были видны. Без ребрышек, конечно, вы не поймете, насколько старый или молодой баран. Обязательно нужно отрезать пленки, потому что они стягиваются, и потом их, как резинки, придется жевать. Норчик берем потоньше, пленочки срезаем. Стягиваем пленочки. Можно вот таким образом поддеть. И прижимая, стянуть пленочку в одну сторону. Пленки я зачистил. Дальше переходим к самому интересному. Как зачищаются ребра? Мы понимаем, что по сути ребро длинное, и нам нужно зачистить его так, чтобы осталось только орешек. Это вот называют орешком, вот эту часть. Можно и не зачищать, и оставить, но при обжаривании, при запекании мясо на ребрах, конечно, подсыхает. Когда вы делаете на огне, на огне можно сохранить мясо на ребрах, орешек будет как раз и сочный. Но все-таки я зачищу, покажу как вариант. Соответственно, мы должны вначале определить степень зачистки. Мы ее будем зачищать вот отсюда. Мы ножом аккуратно отделяем, ведем по ребрам, отделяем вот этот кусочек мяса. Так. Все, достаточно. Дальше мы срезаем с крайнего ребра по косточке, прям по косточке ведем лезвие, срезаем мясо. Дальше мы то же самое делаем с другой стороны ребра. Подрезаем межреберное мясо и проделываем то же самое со следующим ребром. И так до конца. Конечно, многие скажут, это очень вкусное мясо. Безусловно, так я не предлагаю его выбрасывать. Пожарьте его просто, замаринуйте точно так же и съешьте, пока у вас готовится коре в духовке. Как только мы срезали межреберное мясо, теперь нам на помощь приходит овощечистка. Как бы это было ни странно, но именно овощечисткой удобнее всего очищать кости от остатков мяса. И так делают кто? Шеф-повара. Все верно. Мы берем и овощечисткой очищаем мясо. Счищаем его. Смотрите, видите, как у нас прекрасно получается это делать овощечисткой. Конечно, я вас уверяю, что овощечистку вы убьете, но, блин, есть специальные овощечистки в ресторанах, с помощью которых чистятся кости. Смотрите, получились вот такие вот чистенькие ребрышки. Получилась кореечка, которую мы сейчас должны замариновать. Тимьян обязательно. Если мы к картошке используем розмарин, то, соответственно, зачем бы использовать розмарин, если мы можем использовать тимьян. То есть давайте в одном блюде, ну, если мы делаем маринады и какие-то ароматизаторы, то использовать разные травы. Соль. Перец черный обязательно. Даже несмотря на то, что мы будем его жарить. Часть перца сгорит, часть перца останется. Потом все в духовке дойдет. Смотрите, нужно немножко нам что сделать? Сбрызнуть растительным маслом. Для чего? Для того, чтобы была маслянистая оболочка. С помощью маслянистой оболочки мы что делаем? Правильно. Приклеиваем специи. Во время жарки мы в сковороду масло не наливаем. Но мы можем поступить хитрым образом. Мы берем межреберное мясо и начинаем его жарить перед тем, как начнем обжаривать саму корейку. Для чего? Для того, чтобы жир, который есть у нас, вот здесь вытопился, и мы уже могли жарить на бараньем жиру. Когда у нас появился жир на сковороде, мы должны добавить что? Правильно. Чеснок. Как мы его раздавили, можно немножко поломать, для того, чтобы он больше аромата отдал жиру и мясу. Межреберное мясо жарится само по себе. Все по плану. А мы берем корейку. И начинаем обжаривать со всех сторон. Можно передвигать, потому что жир вытапливается. Тимьян, чеснок, это то, что нужно баранине. Смотрим, что у нас происходит. Баранина обжаривается. Давайте, придерживаем всегда руками. С торцов тоже немножко нужно обжарить. С этой стороны сложно обжарить, поэтому мы ее должны немножко припалить. Тибро выгнутое, поэтому нам практически невозможно это сделать с этой стороны. Поэтому помогаем горелочкой. И последний штрих. Мы достаем картофель, который у нас уже зарумянился и стал красивым. И отправляем сюда кореечку. Обратно вместе с картофелем в духовку. 180 градусов, 8-10 минут. Достаем эту красоту. Горячий. Смотрите, картошку переворачиваем. Смотрим, где у нас еще она не позолотилась. И ставим в духовочку. Только теперь мы духовку должны выключить. Чтобы за то время, пока у нас баранина отдыхает, картошка не остыла. Подача брутальная. Такую подачу ненавидят все повара Москвы. Ну, потому что говорят, не модно. На самом деле это модно. Во всех регионах реально модная подача. Достаем картошечку. Теперь мы выкладываем картошку. Розмарин у нас несъедобный. Ну, хотя, конечно, Джейми Оливер. И многие повара с удовольствием его используют в больших количествах. Но мне кажется, что эту штуку есть нельзя. Теперь корейка. Самая главная и ценная часть нашего блюда. Посмотрите, косточки у нас чистенькие. Все обсохло, все обгорело. Орешек, все четко, все зачищенное. Красота. Вот так делают в ресторане. Теперь мы берем и аккуратно... Смотрите, блестящий сок внутри. Шикарно, шикарно. Вот честно вам признаться, я это съем один. И даже ни с кем не поделюсь. Потому что это шикарное блюдо. Это сочное мясо, хрустящий картофель. И такой аромат, что просто... Все в шоке. С наступающим Новым Годом! Наслаждайтесь праздничным столом!